Представители знака зодиака РАК, здравствуйте, мои дорогие! Второй прогноз, гороскоп, зима 2023-2024 года, месяца декабрь, январь, февраль. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами, не устаю это повторять. Любой прогноз не расскажет о личной истории, перипетиях каждого из нас. Ну, я так надеюсь, если мы, а вы люди интуитивные, подключить интуицию, ну, просчитать на пару шагов вперед хотя бы альтернативные варианты развития событий, может быть, по тому вопросу или делу, который у вас сейчас, может быть, как болевая точка или что-то вы хотите решить. Словно заглянуть немножко вперед, вот я всех приглашаю и искренне надеюсь, что мы с вами как минимум проведем приятное время. У нас сегодня две колоды Таро Добра, и мы достанем помесячно три карты. Это у нас будет соответствовать декабрь, январь, февраль. Хотя не могу сказать, что это будет четко вот так по месяцам. У кого-то это может все перепутаться, перемениться. Или основная какая-то тема, она будет вообще превалировать все три месяца. И вторая колода, это у нас Таро Истока. Мы раскроем эти три карты в целом по энергиям, посмотрим, что на период зимний. Итак, декабрь. Что думают карты для вашего знака Зодиака? Какие энергии видят январь 2024 года? Так, и февраль. Давайте теперь на Таро Истока. Посмотрим основные сферы жизни, дела, работы, бизнес. У нас будет первая карта. Конечно, не расскажет одна карта обо всех тенденциях за три месяца. Но вот так вот в целом направление, может быть, наше настроение. Или его величество, ее величество, удача, да, где-то так. Финансы. Как видят карты для вас? Три месяца. Давайте узнаем, что по личной жизни, как видят карты. Каковы неожиданности в зимний период? И каковы приятности, радости, что будет помогать? Достанем карту совет, подведем итог нашему прогнозу. Итак, давайте будем смотреть, что же на декабрь, как видят карты. Карта терпения. Ну, я думаю, вам как раз терпение не занимать. Вы умеете, ну, где-то отстраненно видеть ситуацию. И когда не нужно, ну, может быть, не педалировать какой-то вопрос. А вот так вот вдумчиво, вы люди вдумчивые как раз. Вы умеете анализировать. И вот ваши самые лучшие качества в декабре, они вам просто пригодятся. Правда? Сама по себе посмотрите, какая красивая карта. Мне очень нравится эта колода добра. И вообще это аркан старшей гармонии, умеренность. Когда, с одной стороны, нас будет радовать спокойное течение жизни. И правда, декабрь. Много праздников, много разных событий, где-то подарков, радостей. И это тоже все предусмотрено по этой карте. Может быть, тот вопрос, который у нас не получилось решить в декабре, мои дорогие. Да и бог с ним, значит, решим в январе, феврале. Сама по себе, ну, как бы энергетика периода декабря, она не располагает каким-то прорывом. Чаще что-то у нас и правда становится на паузу. А у вас не пауза. У вас все идет своим чередом. Да, жизнь не похожа на американские горки. Но в наше, наверное, сложное, непредсказуемое время это скорее преимущество, чем недостаток. Правда? Поэтому прекрасный месяц, декабрь, который вы можете уделить внимание как самим себе, своему, может быть, как самочувствию, если это необходимо, или каким-то профилактическим мерам. Когда, в принципе, в какой-то промежуток времени, если вы расписали себе, есть у вас такой тезис-план, он был как бы, да, то, скорее всего, вы его осуществите. Вот как раз по этому плану где-то и будут разворачиваться события. И нам не нужно, знаете, как с места в карьер срочно что-то делать, переделывать. Сама карта по себе уже это отрицает. Поэтому приятный месяц, декабрь, обещают. Январь, Новый год. Король земли. Да я не могу сказать, что здесь тоже какая-то синкопа или ускорение по королю земли. Это тот, кто прочно стоит на земле. Это тот, который сделал себя сам. Это материальный успех. Это карта благополучия. Отчасти карта семьи. Для людей семейных это когда все стабильно. Или вы в паре пусть, да. Когда у вас все просчитано. Когда в принципе ось отношения финансы. Ну и в целом все, что к этому относится, да. Начиная от нашего жилища. Где-то касаемо вопроса работы или откуда мы получаем деньги. Здесь тоже все стабильно. Мы в отношениях тоже все стабильно. Вся жизнь как будто, посмотрите, упорядочена. Прекрасно. Какие-то результаты скорее уже своего труда вы тут увидите. И останетесь с собой довольны. В колоде добра король земли означает еще и непосредственно надежных людей и богатства. Изобилие, процветание, благополучие. Причем так, знаете, с прогрессом на последующий период. Поэтому как декабрь, так и январь. Но обещают быть зимний период для вас, мои дорогие представители знака Зодиака Рак. Я понимаю, что все три месяца не могут быть, ну, такими нейтрально прекрасными где-то. Будет обязательно ложка, дегтя. Хоть мы еще и не открыли карты. Но даже если бы они сказали, что все замечательно. Но если быть реалистами, всегда бывают какие-то, ну, пусть эпизоды. Но, видимо, они даже если будут, мои дорогие, правда, они вам не нарушат общие картины. Или какие-то ваши планы. Или то, что вы хотите осуществить. Нет, помех, в принципе, это хорошо. Февраль. Шестерка воздуха. Карта успеха. Карта удачи. Карта новых свершений. Карта новых планов. Карта, может быть, новых видов заработка. Новых видов деятельности. Нового вдохновения. Карта переезда, путешествий. Открытия, как будто, знаете, новых перспектив. Новых дорог. Сумасшедших идей. Каких-то головокружительных инсайтов. Ну, короче, все по нарастающей. То, что со знаком плюс. Конечно, шестерка воздуха может про перемещение говорить. Но в остальных колодах это карта заслуженного успеха. Вот так у вас все развивается. Правда, зимний период. Можно остальное даже не смотреть. Ну, это любопытно и понятно. Зачем я их разложила, мы сейчас посмотрим. Но в целом, посмотрите, три карты, какие выпадают. Которые об однозначном успехе, изобилие, процветании, каком-то росте, решении вопросов. Причем в спокойном, неспешном ритме. Когда у нас не просто мы осуществляем то, что мы наметили себе. А мы идем вперед. Прогресс, прогресс. Но, правда, тут и планетарно для вашего знака. На последующий 2024 год с заходом на 25-й благоприятнейший период, мои дорогие. Поэтому для самого себя, для самой себя как можно больше нужно успеть сделать хорошего, доброго, светлого. Где-то не думая, что этот период продлится бесконечно. Понимаете, это своего рода как база, основа, на которую вы будете добавлять все остальное в течение последующих лет. И от того, как мы этот период пройдем, ну, где-то не расслабимся. А именно, и ускоряться-то не надо. Но какие-то задачи перед собой поставить. Или решить вопросы, которые долгое время, может быть, ну, все, либо руки не доходили их решить. Либо, может быть, тут буквально оформить какие-то документы, подписать бумаги. Мы часто это откладываем на потом. У кого-то, ну, пусть это не в этот период времени, я вообще говорю, у кого-то, может быть, просто заняться самим собою. Как бы вот привести себя в какую-то, может быть, физическую особенную форму. Ну, одним словом, как будто времени хватит. И деньги заработать, и проекты осуществить. И себя самого, как и порадовать, ну, наверное, так и побеспокоиться о собственной бодрости, о собственном самочувствии, даже в плане профилактики. И деньги как будто позволят эту помощь получить, если необходимо. И время, которым вы где-то больше управляете. Ну, и вы правильно видите любую ситуацию. Давайте мы с вами посмотрим. Тем не менее, дела, работа, бизнес. Что нам скажут? Карты. Шестерка монет. Ну, одна из лучших карт в любой колоде. На деньги, на работу, деньги будут. И поэтому, как будто получаете вы уже результат. Но есть еще такое значение по шестерке монет, когда мы, знаете, это как какая-то возможность. Ну, может быть, назовите не случайная случайность. Или, во величество, случай, когда нам, словно пространство, помогает, как решить какие-то вопросы. Так и закрыть те темы, которые уже вам хочется, как будто завершить. И больше к этому не возвращаться. Иными словами, получить какой-то результат. У кого-то из вас буквально получить деньги. У кого-то, может быть, на повестке дня. Купля-продажа недвижимости. И у вас получится за зимний период это осуществить. Получится, по сути дела, заработать деньги. Как будто вы, ну, наверное, знаете точно, что нужно делать, чего делать не нужно. Чтобы этот самый финансовый достаток в итоге у вас получился. И словно высшие силы повторяют. Правда, мне нечего добавить. Что финансы, хотя про финансы сказали. Нет, не сказали. Тут шесть, а тут, смотрите, десять. Прогресс, мои дорогие. Ну, правда. Тут даже по верхним картам. Вот я люблю очень эту колоду добра. Она какая-то, она пусть в позиции позитивной психологии. Нет здесь как таковой предсказательной базы, понимаете. Но все ведь решаем как где-то и мы, так и люди от нашего правильного взаимодействия. Все это зависит. И поэтому я могу сказать, что они очень где-то правдивы к нашим жизненным ситуациям. И самое главное, как мы это воспринимаем. Поэтому вижу, что, по крайней мере, что касается меня, они действительно помогают в подсказках. Поэтому у вас, если мы про работу уже все сказали, то про деньги, правда, итог. Десятка монет. Как будто все только в сторону изобилия процветания или построения нового качества жизни. Вы останетесь деньгами довольны. Личная жизнь, мои дорогие. Давайте посмотрим. И здесь у нас король монет. Ну, правда, но король монет – это не только деньги. Это у нас еще идут вопросы дома, недвижимости, благополучия, работы, личных отношений. Но и вот то самое благополучие в целом, о котором мы говорили. Король земли у вас дважды выпадает. Может быть, это вы познакомитесь с человеком. Или по работе. Или это ваш партнер по жизни, который рожден под знаком зодиака, стихии земли, телец, дева, козерог. Или имеет там асцендент. Или просто это ваш друг. Или, может быть, это и руководитель, или партнер по бизнесу, которому вы можете доверять. По этой карте – это те люди, которые сделали себя сами. Которых не удивишь какими-то неожиданностями. Они не, ну, грубо говоря, если что-то идет не так, они не будут рвать волосы на себе и кричать. Почему это со мной случилось? За что меня так несправедлива судьба со мной обошлась? Нет. Засучив рукава, он будет что-то делать королем земли. Его поэтому он практически неуязвим. Надеется-то он сам на себя. Поэтому обвинять-то, в общем-то, некого. Он делает правильные выводы, идет дальше. Поэтому он и удачлив. Вот у вас две карты. Какой-то прогресс. Но если мы даже про личную жизнь, здесь какие-то вопросы, которые, наверное, да, в какой бы категории, скажем, да, по личной жизни вы не находились. Вы можете все сделать так, как вы хотите. Но мы, тем не менее, уточним. И давайте мы спросим, хотя нам сказали для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный, что для вас, императрица. Ну, конечно, ну, тут все просто, даже не просто. Плюс, а это, как знаете, неважно, кто меня сейчас смотрит, мужчины или девушки. Для мужчин это будет просто означать тоже где-то ваше, может быть, внимание к своим близким. Но не с позиции, когда, да, как вот у императора, там более жесткие энергии. А здесь все-таки более мягкие, добрые, где-то нежность, ласка, забота, участие. Может быть, это для вас, ваша супруга или ваша вторая половинка, известие о беременности вам принесет. Может быть, и так тоже. Но это же и относится и к девушкам, представителям знака Зодиака Рак. Но это карта власти, но власти доброй. Вообще, вы правите балом в ваших семейных отношениях. И это само по себе здорово. И здесь тоже нам говорят о где-то изобилии, процветании, о том, что нам удастся совершить те проекты, которые мы себе наметили. У нас все идет, с одной стороны, где-то по нашему плану, а самое главное – в рост. Для тех, кто в сложных отношениях. Давайте мы достанем карту, попробуем узнать, что нам подскажут. А тут все равно прекрасно. Туз-чаш. Для всех. Императрица туз. Туз-чаш – это карта счастья, карта радости, карта любви. У нас как будто туз, посмотрите, два голубя, словно подхватывают эту чашу. И лада, амброзия, как будто через край. Поэтому будет много приятных моментов, как и в чувственности, так и в радости, в целом, касающиеся нашего благополучия. Не без материализма, тут все вместе. Вас гармонично радует. Правда, у вас полная гармония. Давайте мы для тех, кто один или одна, но хотел бы, может быть, встретить спутника жизни. Давайте мы узнаем, получится ли новое знакомство. Четверка чаш. Честно говоря, по этой карте я не могу сказать, что тут что-то может получиться. Тут скорее какая-то история из прошлого может возобновиться. Или вы вдруг почему-то вспомните, что, может быть, я зря что-то сказала или сказала, погречилась как будто. Или я был слишком резок с каким-то человеком. Вот здесь может быть сожаление, скорее всего, о том, что что-то не сложилось. Кто знает, может быть, для вас, если до этого времени вы вели, словно, жизнь отшельника, как раз вот в этот зимний период тоже какая-то трансформация в вас происходит, и вы задумываетесь об настоящих искренних отношениях, надежной паре, надежном партнере для жизни, чтобы жизнь играла большими красками. Ну, будем говорить, это только расклад. А какая-то у каждого своя всё равно история, кто знает. Ну, вот я бы сказала, если вы один или одна, и вы будете вспоминать о каких-то отношениях или о человеке, который уже вам знаком, то как раз вот из этого одиночества вы можете выйти путём того, что вы можете написать, позвонить, встретиться с этим человеком. Есть с учётом того, туза, чашно-сложные отношения, как будто мы переводим на прежнюю какую-то историю, когда не договорились, не нашли взаимопонимания, то тут как раз вот в такой ситуации вы это самое взаимопонимание найдёте и будете счастливы. Вот так. Давайте мы посмотрим неожиданности рыцарь-мечей. Вы знаете, вот я говорила, ложка дёгся, она должна быть. Как угодно, но без этого, наверное, не получается. По рыцарю-мечей идут те люди, которые отстаивают свою точку зрения. В течение зимнего периода, это три месяца, мы не раз, видимо, столкнёмся с теми людьми, которые нам пытаются что-то доказать. Или они пытаются склонить нас к своей точке зрения. Или чтобы мы, может быть, конкретно подписали какой-то документ. Или проучаствовали, может быть, материально в каком-то деле. Может быть, какой-то человек вам хорошо знакомый, сам по себе поведёт себя с той позиции, как мы этого не ожидали. И тогда, скорее всего, от нас потребуется быстрая реакция на какие-то события. Что-то проанализировать. И самое главное, что нам говорит эта карта, и что проигрывается со знаком плюс. Что бы вы ни слышали, что бы вы ни видели, как бы вам ни подавали какие-то новости, или какую-то неожиданность, или информацию. Кстати, может быть, очень много и фейков. Так вот, помогает нам умение видеть по факту раз. И как будто мы любую ситуацию можем раскопать, как будто докопаться до истины, до сути. Узнать, может быть, как этот вопрос решается в юридическом порядке. Ну, смотря от чего, что будет зависеть, да, от чего будет касаться конкретное дело. Или разузнать, например, ваши перспективы по этому делу, условно просчитать, или разузнать вашу меру ответственности в том или ином случае, если вы соглашаетесь, или вы отказываетесь. Рационализм, по сути дела, нам помогает. И тогда нет никаких неожиданностей. Приятности, мои дорогие, восьмерка чаш. Вот, правда, у кого-то проиграется поездка, переезд. Также по этой карте идет такое значение, когда мы ищем ответ какой-то на свой, может быть, интересующий не просто вопрос, а даже дилемма какая-то. Мы должны что-то решить. И, скорее всего, мы находим все ответы на те события, или как правильно поступить, или какое дело с кем согласовать. Неважно, чего будет касаться вопрос. Мы находим, по сути дела, какой-то выход из тупика. Даже из сложной ситуации нет ничего невозможного. С другой стороны, будут отпущены, словно, иллюзии. Мы откажемся от того, что не имеет значения, правда. С учетом еще, тем более, рыцарь мечей, когда мы умеем видеть по факту. И нам еще карты говорят, если какое-то дело именно может так быть, что мы к чему-то приступили, вроде полдела сделали, а потом останавливаемся, и по той причине, что что-то притормаживается, не получается у нас, может быть, какой-то вопрос продвинуть в те временные рамки, как мы бы этого хотели. И нам карта говорит, что тогда оставь все как есть. Тебя как раз вот эта неспешность, нам об этом уже как раз несколько карт сказали, спокойствие, терпение, умеренность, это все, что нам помогает, радует. Кто знает, может быть, пока вы ожидаете решения, подписания каких-то документов, выяснится или добавятся еще какие-то детали, новости, информация, и вы потом скажете, ну и хорошо, что все вот именно случилось в эти сроки. То есть что-то мы убыстрить вряд ли сможем, но это лежит в позиции, что мы как будто еще и дважды останемся этому довольны. Ну, видимо, вот в таких энергиях нам действительно быть более комфортно. Вам, мои дорогие представители знака Зодиака Раф. Совет от карт. Пятерка жезлов. Правда? Ну, тут один совет. Я называю эту карту, ну, пусть не в этой колоде, называю информационный хаос, хотя чаще всего как раз где-то по смыслу к этому все и сходится. Много новостей, много разношерстной информации, которая взаимоисключающая может быть. Утром одно, днем второе, вечером что-то третье. Сложно по информации, в принципе, сориентироваться. Или нам говорят, это те люди, которые пытаются нас вывести на конфликт с учетом рыцаря мечей. Мы говорили с вами. Люди, может быть, обладающие сложным характером. Или люди, много людей, может быть, или один руководитель, когда нас действительно пытаются уговорить на что-то. Вот эта карта говорит. Во всех этих случаях, которые я перечислила, держись позиции стороннего наблюдателя. Нам будет больше помогать тот момент, когда мы не будем где-то быстро откликаться. С другой стороны, не примем чью-то точку зрения, если мы одно что-то принимаем, второе, значит, мы говорим нет. Поэтому, если мы публично с кем-то согласимся, это значит что-то другое, противоположное мы словно отрицаем. А по этой карте мы лучше будет, если и не будет эта дистанция конфликта расширяться. Поэтому нам и говорят, вот держись позиции стороннего наблюдателя, тут и без тебя, как будто все со временем встанет на свои места. Мы просто уважаем, что люди разные. Может быть, мы с чем-то будем не соглашаться, не сможем даже, да, с мнениями людей, или нас не будет устраивать манера поведения людей. Правда, иногда может быть, что, ну, наверное, самого терпеливого можно вывести окончательно из равновесия. И все равно, если мы где-то держим марку, нам это все равно помогает в том плане, что мы принимаем жизнь такой, какая она есть. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда. Субтитры создавал DimaTorzok